В сегодняшнем ролике мы с вами рассмотрим две формы технического винограда Туран и Нитуран Сравним их, поговорим о том, что такое Нитуран и вообще откуда он пошел Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале Посвященном виноградарству и виноделию Зовут меня Светлана, я биолог по образованию Виноградарь и виноделка по призванию С нами все это понятно и доступно Маленькая предыстория, с чего вообще все началось На территории Республики Беларусь Может быть и не только на нашей территории Достаточно широкое распространение Получила форма под названием Туран Но, как оказалось, вы сегодня увидите в ролике Я вам просто покажу сравнение Что эта форма не совсем соответствует заявленному описанию И у некоторых дотошных виноградарей, в том числе у меня Стали возникать вопросы А та ли это форма Вплоть до того, что на некоторых формах Даже некоторые граждане заявляли Что, ой, вот эти блогеры Что-то они там подняли какую-то мощь Чего они вообще взяли Что это не соответствует Ну, с чего взяли С банального описания Это раз Ну, а потом группа инициативных людей Спасибо им большое Взяла и отправила этот самый Якобы Туран на генетическую экспертизу И оказалось, что этот Туран совсем не Туран И по генетической экспертизе никаких родственных отношений с формой Туран Агрия он не имеет К сожалению, в международной базе сортов и не нашлось аналога этому самому сорту То есть его в международной базе нету Что еще удалось выяснить Это то, что в родителях Там в каких-то Есть гены Пененуара И есть гены Кого-то из аморцев И вот получилась такая безымянная форма Ну, поскольку все привыкли Называть ее Тураном А она оказалась не Туран То самое простое Что мы все смогли придумать Это назвать ее не Тураном Хотя были варианты Были какие-то голосования Но пока что она ходит под названием не Туран Есть предположение Что эта форма может быть Мадлен черна Но, опять же, это предположение И они основаны только на том По каким путям эта форма пришла к нам в страну Действительно это Мадлен черна Либо нет Но, опять же, идеальный вариант Это генетическая экспертиза Дело в том, что Мадлен черный Нет в международном каталоге сортов Соответственно, ну, если бы их двоих сравнить Они были бы идентичны То, конечно, мы бы получили полное подтверждение Но, наверное, этим уже заниматься никто не будет Хотя, кто знает, инициативные люди Ее есть всегда и везде Пока что эта форма у нас называется не Туран А теперь я вам покажу сравнение Вот этого не Турана И истинного Турана, который Агрия Итак, начинаем с Турана Сразу показываю Смотрите Осенний лист Ну, понятно, что это нижние листья Да, сейчас у нас приближается осень Ну, а краска идет красная Смотрите, даже показывала Был вот молоденький листик побит внизу И у него не желтое пятно А красное То есть у него красное вообще везде Значит, по ягоде У нас плодоношение первое И шибко тут похвастаться нечем Грозочки Вот такие вот малюпасенькие сигналочки Ну, смотрите, ягодка такая не очень мелкая А кругленькая Сейчас мы с вами одну эту ягодку сорвем И вы все увидите У нас сегодня 3 сентября Мы с вами попробуем, конечно, сахарок посмотреть Ну, он такой не очень ранний Ну, в любом случае Здесь будет очень показатель Смотрите Вот Он не просто темный Он нереально темный Выкрываем Ну, и сегодня у нас 15 брикс Ну, даже вот Вы видите Так, это я не те градусы Показывала Вот 15 брикс Ну, плохо в камере И вот в рефрактометре Он тоже нереально темный Для сравнения Показывают Это сок красения Да, он тоже окрашен Он такой Розовенький А там вы видели, что Темнючий Или вот Это сок Тицнолий Тоже он такой Светло-розовенький На 3 сентября Сахар 15 брикс Понятно, что тут нагрузки еще нету Но и куст молодой совсем И еще он очень тонинный Когда Пару лет назад Я его Брала себе Пробовала у родственника На участке Мне вообще показалось Что это прямо Какой-то Одни тонины Одна зеленая хурма Ну, вот сейчас При 15 брикс Как бы ягодка Приятная Но если шкурку Рожевывать То там, да Тонины чувствуются очень Кто любит такие Ядреные Вина То, конечно, да Туран Можно даже просто К кому-то Немножко добавлять И Получится такое Вино Плотное И насыщенное Вот он наш Нетуран Он у нас уже Несколько лет Плодоносит Наверное, третий Такое Достаточно Неплохое Плодоношение Значит Плодвиг Грозимый Побег Такие вот Достаточно Хорошего Размера Для технического Сорта Ягодка Тоже Такого Среднего Размера Смотрите Сегодня На 6 сентября Ягода Уже Начинает Увяливаться У него Кстати Есть Такое Что при Жаркой Погоде Ягода Начинает Увяливаться Значит Неплохая Урожайность Сейчас Покажу Это же Только один Краеш Куста Вот Этой Грозди С другой Стороны Те Которые Покрупнее И Вот Тоже На Теневой Стране У нас Смещенная Зона Плодоношения Вот Его Территория И вот Здесь Я уже Просто Пленилась Снимать Сетку От птиц В этом году Вот На этом Участке Птицы У нас Вредничают Ну Сразу Вам Показываю Основное Отличие По Турану Вы уже Все Видели Вот Наш Нетуран Сок Ну Едва Розоватый Кстати Первые годы Что интересно Мне казалось Что он вообще Белый В рефрактометре Он был белый А сейчас Видите Немножко Розовинка Есть Но сравнить Вам было С чем Смотрите Смотрите Какая шикарная Сок Отдача То есть Вот Ягодки У нас Что мы Имеем В ягодке Мы имеем Практически Один сок Мякоть Минимум На сегодня На 6 сентября Вот такая У нас Косточка Смотрите Чуть-чуть Кончик Не дозрел Немножко Он еще Свою Финульную Зрелость Не добрал На сегодняшний день Сахар 18 Одинаково Что в верхней Что в нижней ягоде Померяла Несколько Простей То есть Везде 18 Если делать Плотное Насыщенное Красное То конечно Ему еще Немножко Было повисеть Потому что Видели Что косточка Чуть-чуть Не дозрела Но Мы его Будем снимать Сейчас По Такой простой Причине Что Ягода Вялится Обещают В скором Времени Дождики Поэтому Нам проще Снять Тем более Что Мы предпочитаем Более тонкие Более легкие Вина И Я вам показала Что у него Шикарная Сокодача То есть Его можно Делать Легко По белому Способу Потому что Буквально Ручками Можно Отжать Сок Не так Много Форм Который Имеет Вот такую Сокодачу Поэтому Мы его Будем снимать По сахару В принципе 18 У него Может Не предельное Значение Но не шибко Больше Он набирает Опять же Для Понимания Что нам Дает Сахар Сахар Нам дает Алкоголь 18 Сахара Вполне Может хватить Для Нормального Сухого Легкого Вина Опять же Мы не стремимся К чему-то Очень плотному Очень тяжелому Ну на крайняк Если вам Там совсем Не хватает Можно Либо Домешать Какое-то Еще Высокосахаристое Суслону Либо Чуть-чуть Шептализировать На 1-2 Процента Еще По этой форме Смотрите По вкусу Ягодки У него Такие Приятные Вишневые Ноты Нет Никаких Вот этих Посленовых Тонов Травянистых Тонов Поэтому Опять же Это позволяет Нам Не дожидаться 100% Финонной Зрелости То есть Мы можем Все позволить Снать ягоду Чуть раньше И она нам Не шибко Испортит Картину Вине Лоза Шикарно Зреет На сегодняшний день Практически До верха Она вызрела Средняя Сила роста По болезням Немножко Может Подхватывать Нильзю Поэтому Профилактические Обработки Обязательно Нужны Вот За этим Надо следить Но Чем Хороша Эта форма То есть Мы Не обижаемся Что Вместо Турана Нам достался Нетуран Потому Что Вот Эта форма Хороша Для плохих Лет Эта форма Хороша Для Северных Регионов Потому Что Ягода Созревает Рано И Из нее Можно Сделать Хорошее Приятное Легкое Вино Да Если Кто-то Любит Такое Зедреное Танинное То Конечно Эта форма Не совсем Подходит Там Лучше Истинный Туран Вот Он Как раз Таки У нас Такой Танинный Красивщик У Этого Кстати Вино Получается Очень Тоже Темного Цвета Недавно Я показывала Дегустацию На канале И ссылку Под роликом Я вам оставлю Опять же В северных Регионах Делать Плотное Красное Танинное Вино Вообще Не вариант Просто Там Не будут Такие Формы Созревать А Вот Эта Форма Если Хотим Все-таки Красное Вино То Легкий Вариант Такой Вполне Приятный Может Получиться Потому Что Ранние Сроки Хорошая Урожайность Прекрасная Сокоотдача Хотите Даже Как говорится Неудачный Год И по белому Можно сделать Даже Не имея Шибко Оборудование Потому Что Я вам Показала Сок Отделяется Великолепно Вот Это его Листья И для него Характерна Вот такая Вот Выемка На листе Кстати Это По-моему У амурцев Вот Такие Вот Хвостики В листьях Листья Краснеют При осенней Краске Но Краснеют Они Совсем Чуть В отличие От истинного Турана Который Вообще Прям Ядреный Ядреный Красный У этого Окраска Гораздо Спокойнее То есть Формы Конечно Разные Совсем Разные Но При этом Форма Под названием Не Туран Для некоторых Условий Может оказаться Гораздо Более Подходящей И Гораздо Более Лучшей Чем Истинный Туран Который Агре Специально Повторя Во второе Имя Чтобы было Чуть Более Очевидное Их Различие То есть Для северных Регионов Для регионов С коротким Вегетационным Периодом Для прохладных Регионов Форма Не Туран Как раз таки Очень хорошо Подходит В отличие От Турана Потому что Он тонинный У него Будут Несколько Более Поздние Сроки Созревания И на самом Деле Для таких Регионов Список Подходящих Красных Форм Синих Форм Очень Очень Ограничен И вот Не Туран Это одна Из таких Форм Которая Идеально Подойдет Для Вашеназванных Регионов Надеюсь Ролик Был вам полезен Большое спасибо За просмотр Подписывайтесь Ставьте лайки Пишите комментарии Под видео Нажав кнопку Еще будет ссылка На каталог Наших сортов Винограды И наши контакты До новых встреч